Добрый день! Вы смотрите итоги дня. Мы собрали воедино то, что посчитали наиболее значимым за прошедшие сутки. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Индюшачье царство, как соцконтракт помог многодетной семье из Ново-Ульяновска. Город трудовой доблести, как ульяновские врачи-медсестры лечили бойцов. Через полгода на Димитровградском заводе Полесье будут работать более 400 человек. Жители Преслонихи стали героями картин художников. Мы продолжаем следить за ситуацией с Сергеем Ермаковым. Напомним, вчера он был госпитализирован непосредственно с рабочего места. Развитие ситуации в нашем следующем материале. Переволновался из-за комментариев в социальных сетях. Как результат проблемы с сердцем, скорая помощь, госпитализация. Напомним, несколько дней назад активисты во главе с Сергеем Николаевичем Ермаковым опубликовали письмо Геннадию Зюганову, где они осуждали действия местных депутатов от КПРФ и Алексея Куриного. В тот же день материал растиражировали местные средства массовой информации. И в интернете начались появляться множественные комментарии, в которых помимо поддержки весь совет ветеранов и лично Ермакова облили грязью и оскорблениями. Сергей Николаевич со слов близких друзей всегда чутко относился к подобным мнениям других людей. Сергей Николаевич Ермаков продолжает находиться в нашем лечебном учреждении. Его состояние потребовало консультации сторонних специалистов. Мы приглашали к нему доктора-невролога. Определена программа его обследования и лечения. К сожалению, его давление пока остается нестабильным. Проблемы с сердцем сохраняются. Данная ситуация вызвала реакцию в разных кругах, начиная от государственных органов и заканчивая сочувствующими гражданами. Действия представителей КПРФ осуждаются разными людьми. Давайте, молодые люди, подумаем о том, что в возрасте нашего председателя Совета ветеранов областного Сергея Николаевича Ермакова еще занимать такую активную позицию. Не надо говорить, что и писать всякую такую пасквили на человека, который всем своим трудом доказал. На всех своих участках работы сегодня, находясь уже как бы на пенсии, выполняет большие общественные такие нагрузки, выезжает в районы и так далее. За здоровье Сергея Николаевича беспокоятся и переживают близкие ему люди. Людмила Тихонова знает Ермакова много лет. И она, и ее соседи внимательно следят за состоянием Сергея Николаевича. Сегодня я выходила в храм. Соседи говорят о нем очень хорошо. Я живу на Кирове. Очень хорошо говорят, что светлый мэр был в то время. Действительно активный светлый мэр. Мы его очень любим. Мы желаем здоровья. Я очень беспокоюсь за него, потому что вот эти перебои с сердцем, конечно, это, ну, наслушался, насмотрелся. Вот. И я хочу сказать, он очень близко переживает. И переживает даже вот за то, какие отклики, отзывы негативные там по поводу его позиции, которые он имеет по письму там и так далее. Вот я с ним вчера разговаривала, утром сегодня. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я думаю, что Бог поможет ему выйти из этой ситуации. Обеспокоенность высказывают и коллеги Сергея Николаевича. Особый акцент на сложившейся ситуации относительно поведения тех, кто оставлял комментарии. Я против, например, того, чтобы публично кого-то оскорбляли, ругались или не давали слова где-то. Например, каким-то депутатам дают слово, каким-то не дают. Вот. Я противник этого. Если уж мы взялись жить в демократической стране, ну, отношения должны быть демократическими, основанными на каких-то моральных ценностях, которых у нас, к сожалению, не хватает. Поэтому само понятие вот это вот нехорошее, нехорошее слово, обзываться там, давать кличи какие-то там, Гитлер там, ну, все это детские лепети, я не хочу даже об этом говорить. Нужно быть человеком самым. Коллеги, близкие друзья и ульяновская общественность желают Сергею Николаевичу скорейшего улучшения здоровья. А мы продолжаем сидеть за развитием ситуации. В этом году один из самых крупных резидентов территории, опережающего социально-экономического развития Димитровград, компания «Полесье», ведет в строй еще одну площадку, которая позволит нарастить оборот выпускаемой продукции в пять раз. Сейчас компания ведет активный прием и обучение сотрудников. О темпах развития предприятия расскажут мои димитровградские коллеги. Сейчас «Полесье ДГ» занимает территорию 8 тысяч квадратных метров, которые арендует у индустриального парка «Мастер». В скором времени производственные площади увеличатся еще на 28 тысяч квадратных метров. Сейчас мы уже ведем активный прием новых сотрудников, прием и обучение новых сотрудников. На сегодняшний день в компании «Полесье Димитровград» работает 191 человек. За последние два месяца мы приняли 45 новых сотрудников. По плану приема персонала, который у нас разработан и утвержден, мы планируем до 1 ноября принять еще 55 человек. Набор кадров – это подготовка к запуску новой площадки «Полесье», которая должна быть запущена в этом году. Если имеющиеся сейчас площади позволяют отгружать одну-две грузовые машины с игрушками в день, то с вводом нового производственного помещения объема продукции увеличится в пять раз. Я работаю здесь всего лишь третий день сегодня. Очень даже дружеский коллектив, меня это очень устраивает. График работы очень даже хороший. Председатель правительства Урьяновской области Александр Смекалин, побывав с очередным визитом на предприятии, высоко оценил темпы роста производства одного из самых крупных резидентов ТАСЭРа «Димитровград», отметив также, что это прекрасный показатель необходимости продолжать работать в этом направлении на региональном уровне. Задача как раз поддержка таких проектов, которые очень емкие по количеству персоналов, в текущей ситуации, ситуации пандемии, наверное, является одной из приоритетов. Как говорит руководство компании, основной критерий, который предъявляется претендентом на должности сотрудников компании «Полеси» – это желание. Желание развиваться, желание работать, желание изменить мир вокруг себя и желание расти и становиться профессионалами. Это очень хорошо, это соответствует и духам и города Димитровграда, и региону. Планируется, что через полгода на площадке «Полеси» будут работать порядка 450 димитровградцев. Три новых инвестиционных проекта начнут реализовываться на территории Ульяновской области до конца текущего года. В рамках инвестиционного совета губернатор вручил представителям компании «Хольцхоф Рус» свидетельство резидента особой экономической зоны. Новым проектом предусматривается завод по производству поганажных изделий из древесно-полимерного композита. Еще месяц назад в этом поле гулял только ветер. Сегодня здесь зарождается будущее. Чуть больше четырех недель потребовалось инвестору, чтобы в портовой особой экономической зоне появился новый производственный корпус. Поганажные изделия из древесно-полимерного композита пойдут на строительство причалов и пирсов для обустройства беседок и террас загородных домов. Продукцию этой компании планируется активно реализовывать по всей стране – от Владивостока и до Калининграда. В очередь за модернизированными материалами начали выстраиваться и зарубежные соседи – в первых рядах партнеры из Турции и Чехии. Запустить расширенное производство первой очереди надеются в декабре. Сегодня в новом производственном корпусе продолжаются работы по строительству котельной. На сегодняшний день потребительские запросы оказались выше существующих заложенных норм. И поэтому мы сейчас увеличили закупку линий до 15 штук, соответственно, и корпуса тоже будем увеличивать. Но обслуживать линии нужно, соответственно, большее количество народом. И поэтому на сегодняшний день мы даже планируем сейчас строительство уже на плане строительства, на этапе строительства. Мы запланировали около 50 раздевалок, только мужских. Это обусловлено тем, что в круглосуточном режиме работы будет 4 смены, ну и где-то по 6-7 человек в каждой смене – это только операторов. Заседание инвестиционного совета свидетельства резидента особой экономической зоны учредителю компании вручил губернатор. Поддержать рублем производственный потенциал компании «Нема Круз» руководство области мотивировало создание дополнительных рабочих мест. Больше сотни новых специалистов будут трудиться над созданием головок блока цилиндров автомобильных двигателей для южнокорейского концерна «Хиндай» на территории индустриального парка «За Волжье». Проект предполагает собой расширение производства, строительство нового корпуса для механической обработки, а также расширение текущего производства по литейным мощностям. Мы были первыми в регионе, кто получил статус регионального инвестиционного проекта. Это для нас очень важно, потому как те льготы, которые предоставлены региональным правительством, очень существенно повлияли на то коммерческое предложение, которое мы дали нашим партнерам, и в результате этого мы получили номинацию. Программа глубокой модернизации технического перевооружения ожидает и уже действующие производства. Статус регионального инвестиционного проекта призвоен строительной корпорацией «Авиастар-СП». На реконструкцию действующих технологий и закупку более 200 единиц нового оборудования потребуется порядка 4 миллиардов рублей. Обновленное производство позволит ускорить выпуск основной продукции завода – тяжелых транспортников Ил-76. Я необычный горд, что в нашем регионе сохранилось и действует такое мощное, динамично развивающееся предприятие, как «Авиастар». Согласитесь, оно не смогло бы выжить, пережить нелегкие годы, тяжелые кризисы без активной поддержки президента, который здесь неоднократно бывал. Благодаря этим совместным усилиям мы не только смогли с вами спасти завод, не только сохранить, а наоборот даже существенно увеличить коллектив. Но и смогли обеспечить его заказами на многие годы вперед. Задача уже буквально в течение трех лет выйти уже на производство как минимум одного самолета в месяц. Это очень амбициозная задача. Единую точку входа для всех, кто готов инвестировать в регион, представил руководитель корпорации развития Ульяновской области. Последний шаг в рамках губернаторской программы «10 благоприятных шагов по улучшению инвестиционного климата в регионе» сделан. Изучив прототип личного кабинета инвестора, цифровизация всего документа оборота на одном портале перестает быть сказкой. Ну и основная, конечно, цель – это возможность получить дистанционно, не выходя из своего офиса, инвестору налоговые статусы льготные, разрешение на строительство. Ну то есть все виды господдержки, которые инвестиционным проектом оказываются, можно будет получить удаленно через вот такой вот интернет-портал, через личный кабинет инвестора. Для крупного бизнеса, который обращается за нашими услугами, даем всю информацию, что он попутно может в Ульяновске получить. Таким образом, будем направлять поток еще и на наших партнеров из других институтов развития Ульяновской области. Особый статус регионального инвестиционного проекта позволяет снизить налоговую ставку на прибыль организации до 10%. Ставка федерального налога на имущество компании с 2020 года составляет 0%. Законодательные инициативы по улучшению инвест-климата действуют в регионе первый год. Яна Федорищева, Артем Куранов, Новости, Уллправда ТВ. Финальные состязания чемпионата WorldSkills проходят в Ульяновске. В этот раз из-за коронавируса они проходят в очно-дистанционном режиме. Как можно продемонстрировать мастерство, расскажет наш корреспондент Павел Половов. Коронавирус торгся во все сферы российской действительности. Проходящие в регионе с 6 по 21 сентября соревнования «Молодые профессионалы» не исключение. Ребята работают, выполняют задания, а комиссия следит за ними в режиме онлайн. На выполнение задания отводится несколько часов. Все это время внимание национального жюри не ослабевает. Мы застроили 17 площадок. Все они приняты Союзом WorldSkills. Они оформлены и снабжены всей необходимой техникой по так называемому инфраструктурному листу. И в соответствии с теми заданиями, которые присланы Союзом, ребята и будут соревноваться. 8 августа ребята демонстрировали навыки деревообработки. Задание – сделать оконную раму. Дело ульяновским ремесленникам знакомое не понаслышке. Отбор для финала велся давно. До него дошли самые, что называется, рукастые. Я перешел на второй курс. У меня была практика. Я хорошо себя показал здесь. Меня заметили. И так вот все и пошел дальше. Преподаватели колледжа дежурят на соревновательной площадке. Однако болеют за своего студента в полной тишине. Подсказать жестом или словом нет никакой возможности. Задания выполняются под бдительным оком видеокамер. На втором курсе есть перечень работ, которые должны выполнить на оценку. Ребята, которые талантливые, показывают свое мастерство, качество обработки, точность обработки, согласно тертежам, как работает. Потом, как выполняется сам тертеж, аккуратность. Все это и складывается общее впечатление и дальнейшее участие в конкурсах. В итоге 17 ульяновцев покажут свои умения в 17 различных отраслях. От гуманитарной и социальной до технической и транспортно-логистической. Со слов организаторов, по итогам соревнования среди наших студентов будут победители. Потому что для участия выбраны самые лучшие. По региональной статистике из 100 заявленных в чемпионат до финала доходят максимум 20% студентов. Но это те, которым по плечу отстоять честь региона. Павел Половов, Даниил Сурков. Новости Улправды ТВ. Соцконтракт помогает улучшить материальное положение. И в этом уже убедились тысячи семей в Ульяновской области. Наш очередной материал из Ново-Ульяновска. Соцконтракт значительно помогает улучшить материальное положение. В этом убедились тысячи семей, проживающих в области. Так, с 2014 года договоры заключены на общую сумму в 140 миллионов рублей. А получателями помощи стали более 16 тысяч человек. Положительный опыт Ульяновской области был даже отмечен президентом Владимиром Путиным. Семья Дятловых из Ново-Ульяновска заключили соцконтракт в этом году. Александра и Екатерина Дятлова занимаются разведением индюшек вот уже 10 лет. Соцконтракт на сумму 93 тысячи рублей взяли на расширение хозяйства. Дом у нас куплен недавно, сарайчики маленькие. Поэтому хотелось маленько расшириться. Вот за счет этих средств построили сарай, купили побольше индюков. Дятловы пробовали разводить разную птицу. И гусей, и уток, и индоуток. Но индюшки им пришлись по душе больше всего. В большом доме растут трое детей. В хозяйстве помогают все. Даже самая младшая, трехлетняя Даша, не боится заходить в вольер и кормить индюков. Выгодное производство, потому что мясо диетическое. Подходит для и беременных, и для пожилых людей. Очень хорошо усваивается. Очень витаминное мясо такое. Екатерина Дятлова говорит, что с получением соцконтракта трудностей не было. Оформить документы помогала соцзащита. Труднее выращивать индюков. Они требуют большого ухода. Кормят их разнообразной пищей. А температура должна быть не выше 20 градусов. Но зато какое вкусное мясо. Своей продукцией многодетная семья подкарамлит родственников и знакомых. В 2019 году в муниципальном образовании было заключено 15 социальных контрактов. С начала года 2020 заключено 6 социальных контрактов. Наиболее востребованным направлением является развитие личного подсобного хозяйства. Ну и немножко у нас еще стали больше заключаться контракты на развитие предпринимательской деятельности. Всего же с начала года в области заключено 300 соцконтрактов. На следующий год жителям региона планируется выделить почти 413 миллионов рублей на эти нужды. А у семи дятлов есть свои большие планы на будущий год. Они хотят заниматься разведением поросят. В дополнение к индюкам. Благо, соцконтракт и в этом может помочь. Егор Цитов, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ. Полным ходом идет обновление учреждений здравоохранения. Наш следующий материал из села Криуши. О том, какой будет новая больница и о врачах программы «Земский доктор» расскажет Егор Цитов. В селе Криуши, что входит в состав Нового Ульянска, до конца сентября должны достроить новое здание офиса врача общей практики. Возведение медицинского учреждения ведется в рамках национального проекта здравоохранения. Строительство началось в апреле и на него направлено 11 миллионов 600 тысяч рублей. Еще 100 тысяч рублей потратят на полное оснащение учреждения всеми необходимой мебелью. Будет располагаться пункт неотложной медицинской помощи. То есть там фельдшер, врач общей практики. Также там же будет данному офису будет обеспечен автотранспортом. То есть на сегодняшний день у нас там есть одна закреплена для обслуживания, одна транспортная единица. Также мы ее там оставим для работы. То есть полностью детское население, взрослое население будет обеспечено 100% медицинской помощью. Врач общей практики Анна Бурлакова приехала в Крюши 4 года назад по программе «Земский доктор». Сразу после окончания медицинского факультета. Узнав о программе, решила, почему бы не попробовать, ведь дают миллион рублей подъемно. Условия работы оказались немного не такими, как ожидалось. Построенная почти полвека назад больница серьезно обветшала. Из двух корпусов в настоящее время действует только один. Второй сгорел с месяц назад. Да и в работающем корпусе вести приемы было чуть ли не опасно. Но трудности не пугали молодого врача. И в итоге грядут изменения в лучшую сторону. В новом здании будет намного приятнее принимать людей, оказывать им помощь. То есть и людям будет приятнее обращаться, с детьми приходить на приемы, ждать приемы. Будет намного комфортнее в лучших условиях. Представитель подрядной организации уверен, что до конца указанного срока новые современные здания успеют возвести. Дело осталось за малым. Тем более на счету строительной фирмы уже не один построенный медицинский пункт в области. Выполнен уже фундамент. Стоит сама коробка из сэндвич-панелей. В данный момент ведутся работы по кровле. Завтра также будут приступать к благоустройству. В принципе, особо трудностей во время строительства не было. Всего в 2019 году по нацпроекту в области было построено 5 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и один офис врача общей практики. В нынешнем году сдадут на один ФАП больше. Отпразднуют свое новоселье работники и пациенты офиса врача общей практики в Кривушах. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ. Ульяновск во время войны был тыловым городом. Помимо эвакуированных предприятий здесь располагались госпитали. О том, как лечили бойцов на земле Ульяновской в нашем следующем материале. У войны не женское лицо. Но именно представительницы прекрасного пола внесли неоценимый вклад в общую победу. На фронтах Великой Отечественной войны в Советской армии воевало более миллиона женщин. Они работали в тылу, на заводах, фабриках, а также в госпиталях и больницах. В Ульяновской области в годы войны работало 26 госпиталей. На хрупких плечах девушек и женщин лежали жизнь и здоровье бойцов Красной армии. Один из госпиталей – ныне Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн. В 1941 году под госпиталь было отведено здание бывшего епархиального женского училища, где располагалась школа имени Карла Маркса. Возглавила госпиталь Анна Щербакова. Привозили больных, раненых, непосредственно водным транспортом и на железной дороге. Здесь, порой, когда был большой поток раненых, то во дворе стелили солому, на соломе стелили брезент и вот туда привозили раненых. И там уже проводилась сортировка раненых. Они шли по разным госпиталям. Изначально госпиталь был рассчитан на 400 пациентов. Однако мест остро не хватало. Только с 1942 по 1943 года медики оказали помощь больше 4000 раненых. Ежедневно проводились нейрохирургические, ортопедические и кожно-пластические операции. Работали в тяжелейших условиях. Врачам не хватало бинтов, ваты и даже мыла. Стирать приходилось песком и глиной. Вместо ваты делали что? Брали сушеные опилки, еловые, сосновые. Их зашивали в мешочки, стерилизовали и их использовали вместо ваты. Это, конечно, приходило очень большая экономия. Не хватало и лекарств. Ульяновцы спасались лекарственными травами. Поначалу в госпитале работали лишь один – врач и медсестра. Но вскоре число сотрудников прибавилось. А в 1944 году даже открыли аптеку. Молодые медсёстры дежурили сутками, отдыхая по пять часов. Они не только ухаживали за больными, но и помогали им писать письма родным, читали и даже устраивали концерты. Неоценимый труд медиков помнят и чтут. Напомним, Ульяновску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Архивные фотографии военного времени и письма хранятся в музее госпиталя. В экспозиции даже коллекция осколков снарядов, извлечённых при операциях у раненых бойцов. Анна Тищенко, Новости Улправда ТВ. В селе Преслониха Корсунского района Ульяновской области в преддверии 10-й Международной ассамблеи художников «Пластовская осень» стартовал международный пленэр «Мир на кончике кисти». Творческая мастерская под открытым небом завершится в воскресенье 13 сентября и станет одним из мероприятий тематической недели национального проекта «Культура» в Ульяновской области. Как проходят пленэры, кто его участники, расскажет Ирина Антонова. Традиционно международный пленэр «Мир на кончике кисти» собрал в Преслонихе, на родине народного художника Аркадия Пластова, мастеров из разных городов страны. Каждый год по 12 художников приезжают со всех регионов нашей страны, из других регионов, а бывшие СНГ, то есть это Украина, Молдавия, Киригизия, Казахстан. В этом году у нас сложнее в связи с этим коронавирусом. Художники в этом году не только такие вот маститы, заслуженные народы, но и молодые художники в этом году, молодые художники участвуют из города Ульяновска. Дом творчества, специально созданный для художников-планаристов, по соседству с домом Аркадия Александровича Пластова, на 10 дней превратился не только местом для отдыха, но и площадкой для проведения мастер-классов и просто мастерской. В самое притягательное место для творческих людей на пленэр съехались художники из Воронежа, Москвы, Чебоксар, Ульяновска, Республик Татарстан, Чуваширь и Башкортостан. Если я начну пальцы сгибать, ну, во всем случае, Аркадий Александрович войдет в десятку тех первых имен, которые я назову для себя каких-то определяющих путеводных мегазвезд, которые повлияли на мой взгляд на этот мир, на мир русской какой-то живописной культуры. Вот, да и мировой, пожалуй, потому что я сориентирован больше на отечественное как-то искусство. В этом году темой девятого международного пленэра «Мир на кончике кисти» стали портреты жителей села Преслониха, многие из которых являются родственниками героев портретов Аркадия Пластова. Но есть и живые прототипы героев пластовских картин. Разглядывая Преслонишинские избы, мы познакомились с Анатолием Ивановичем Мадоновым, тот самый Толя Мадонов, который позировал самому Пластову, когда ему было 4 года, а потом 13 лет. Он герой двух картин. Сейчас Анатолию Ивановичу 80 лет. Он живет один. Жена, как вам сказал, давно на погосте. Дети уехали из Преслонихи. Сестра Клавдия в Узбекистане. К слову сказать, Клавдия Ивановна Мадоннова по мужу Борисова тоже позировала Пластову. Она прототип героини знаменитой картины «Родник». Один из участников пленэра, Риф Абдулин, художник из Уфы, решил показать пластовского героя через его дом. К сожалению, Анатолий Иванович Мадонов отказался позировать. Возраст дает о себе знать. Ему тяжело уже сидеть по несколько часов. Подглядывая за работой художника, у нас завязался разговор. Риф Мадонович признался, что именно здесь, в Преслонихе, он по новой открыл для себя Пластова – человека, который создал самого себя. Я еще поразился тому, что в этой маленькой деревушке, в принципе, не так уж широк выбор сюжетов тем, но он создал такой образ всей России, из такого маленького мира создал огромный мир российский, советский. Итоговые работы художников, созданные во время пленэра, можно будет увидеть на выставке, которая состоится 19 сентября в Преслонихе, в Историко-художественном музее-заповеднике Преслониха «Родина Пластова». По информации синоптиков, в предстоящие сутки ожидается небольшое потепление. В дневное время столбик термометра поднимется до 20 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду, магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс средний. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на нашем сайте. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»